Добрый вечер! Сегодня пятница, 25 ноября. В эфире новоуральская вещательная кампания, информационная программа «Объектив» в студии Виктор Малышев. Я и мои коллеги познакомим вас с последними городскими событиями. Коротко о главных темах выпуска. Трогательный и душевный праздник. Губернатор Евгений Куйбышев поздравил всех мам Среднего Урала с Днем Матери. Ставим серьезные задачи и достигаем их совместно. В Центре патриотического воспитания состоялось заседание Городского координационного совета по патриотическому воспитанию. ВИВАТ ТЕХНОВИВАТ. Новоуральский кванториум встретил участников конкурса технического искусства. Сто вопросов профессионалу. О чем могут поведать детям специалисты одной из самых мужественных профессий? 27 ноября в России встретят один из самых теплых праздников – День Матери. С предстоящим праздником всех мам региона поздравил глава Среднего Урала Евгений Куйбышев. Вот что сказано в обращении. Цитата. «Это трогательный и душевный праздник. С материнской помощью и заботой мы открываем этот мир. Любовь и поддержка матери помогают нам идти вперед, преодолевать трудности, добиваться успеха. Одобрение матери – самая главная награда, к которой мы стремимся. Поддержка семьи, материнства и детства – один из ключевых приоритетов государственной политики в современной России. В Свердловской области реализуются масштабные программы, направленные на поддержку материнства и детства, укрепление семейных ценностей и повышение престижа материнского труда. Многодетные матери, воспитавшие пять и более детей, награждаются знаком отличия «Материнская доблесть». Ежегодно проводится областной конкурс «Семья года», итоги которого традиционно объявляются в День матери. В Свердловской области строятся новые школы, детские сады, досуговые центры, благоустраиваются дворы и детские площадки, развивается здравоохранение. Делается все необходимое для того, чтобы облегчить материнский труд, создать уральским женщинам комфортные условия для профессиональной самореализации и активной общественной жизни. «Благодарю всех матерей Свердловской области за мудрость, любовь, душевную щедрость. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра в доме заботливых и благодарных детей. Будьте счастливы сами и делайте счастливыми своих близких». Конец цитаты. К поздравлению мам активно готовятся во всех образовательных учреждениях округа. Наша съемочная группа сегодня побывала в блоке начальной школы гимназии номер 41 и своими глазами увидела подготовку школьников. К поздравлению всех мам. «Я хочу пожелать маме, чтобы она была здоровая и счастливая. Она добрая и мною любимая. Я других мам тоже поздравляю, чтобы у них все было тоже хорошо. Я поздравляю всех мам, чтобы они были здоровые и любили своих детей. Мамы самые лучшие». «Моя мама заботится обо всей семье». «Поздравляю тебя с Днем Матери. Желаю тебе здоровья, радости, улыбки, счастья и хорошего настроения». «Я люблю свою маму, потому что она самая лучшая. Она делает для меня все, что я хочу. Помогает мне с уроками, любит меня, кормит, обожает. Я ее очень сильно люблю, потому что она моя родная. Я поздравляю всех мам с Днем Мамочки. Это мое название, потому что все мамы, они великолепны. Я желаю всем мамам, чтобы у них были замечательные сыновья и дочери, чтобы у всех все было хорошо и замечательно». «Солнце золотое, калий сон скатилось, ласковое солнце в маму превратилось. Миленькая мамочка, улыбнись своим сердцем ласковым, ты ко мне прижмись». «Мама, как волшебница, если улыбнется, картое желание у меня сбывается. Поцелует мама, плохое забывается. Новый день, веселый день, сразу начинается». «Мама, очень-очень, я тебя люблю. Так люблю, что ночью в темноте не сплю. Вглядываясь в темень, зорьку тороплю. Я тебя, родная, мамочка, люблю». «Выклюнуло солнышко из-за серых туш, Золотистым зернышком прыгнули в руч. Скачет по полям, с неба пополам, Весенку веселую надевает нам». «Скачет по полям, с неба пополам, Весенку веселую надевает нам». «Технический форум «Техновиват» – муниципальный этап конкурса технической мысли прошел в Новоуральске. Юные инженеры соревновались в трех компетенциях. Какие задачи стояли перед школьниками, узнаете в сюжете Валерии Коневой. Инженерное конструирование и прототипирование робототехника. Соревнование для школьников в трех компетенциях состоялось в стенах станций юных техников. Инженерный форум «Техновиват» собрал юных поклонников технического искусства. Среди участников муниципального этапа команда из двух человек. Так что это испытание не только на знание, но и на умение работать единым фронтом. У нас участвует достаточно большое количество ребят. Это три возрастные группы, младшие школьники, средняя школа и старшая школа. И они еще делятся по направлениям. Дети занимаются инженерным конструированием, робототехникой и прототипированием. Вот сегодня такая история. Станция юных техников, педагоги станции юных техников совместно с представителями нашего филиала НИЯУ НТИ МИФИ разработали кейсы для детей. И сегодня вот они будут заниматься тем, что будут изготавливать модели по заданиям, которые продумали организаторы. Среди членов жюри именитые педагоги нашей станции юных техников. Это преподаватели НТИ НИЯУ МИФИ, руководитель Кванториума, кандидаты педагогических наук, технических наук и физико-математических наук. То есть такое представительство у нас очень мощное. И среди жюри также и эксперты, те люди, которые на WorldSkills работают и являются там экспертами. Ребята с большим удовольствием отправились каждый в свое помещение для того, чтобы выполнить задания. Все они горят желанием, конечно же, победить, стать победителями муниципального этапа. Со школы Росатома ребята вновь познают свои возможности, находят новые пути решения задач. Ведь техновиват – это в первую очередь конкурс инженерной мысли. Также в рамках форума участников ждет научно-практическая конференция. Сегодня будем представлять в современной технологии прототип плавучего города будущего Эльдорадо. По заданию прототип города должен быть не более 300 мм и устойчиво держаться на воде, проплыть не менее 1 метра. Прототипы прилагаются к документам. Они вам представлены в папке. Это четыре оформлены в соответствии с ИСКД и ГОСТами. Сключен этапы построения деталей в электронном виде. Спорка в электронном виде вам представлена на творческом системе. Водой покрыта около 71% поверхности Земли. Подъем уровня Мирового океана на данный момент очень актуален. Где-то суша уходит под воду, а где-то наоборот поднимается. Уже сейчас появляются верода на воде, которые помогут решить проблемы с житиями. Немного пофантазируем. Какой он идеальный плавучий город? Какие у него составляющие? Это модульная конструкция. Получий город должен быть построен из горочных деталей. Чистая нулевая энергия. Город надо спроектировать так, чтобы использовать солнечную и волновую энергию. Зеленые источники должны обеспечивать ровно столько энергии, сколько потребляет сообщество. Сегодня я показываю катамаран. Я его назвал аэрокатамаран, потому что сзади у него вентилятор. Сначала я делал две версии, они у меня не получились. И вот пришел к третьей версии. Здесь у него сиденье, две педали. Сиденье и столик. И сзади еще есть плавник, который управляет. Показало, в принципе, неплохо. Но все равно было как-то так, среднее. Правильно немножко построили сантиметры. Миллиметры должно быть 160 миллиметров, здесь 310 миллиметров. В следующий раз существуют требования и дойдут до первого места. Отметим, что уже в декабре именно в Новоуральске пройдет финал форума. На право проведения финала также был разыгран конкурс. Команда города отправила заявку и представила онлайн-проект, завоевав первое место. Поэтому в декабре 8 наших школьников наравне с командами из еще 15 городов станут участниками заключительного этапа. С 17 по 18 декабря на базе современного кванториума вновь пройдут схватки творений инженерных умов. Валерия Конева, Геннадий Дунгузов, Новоуральская обещательная компания. Созданный в Новоуральском городском округе Координационный совет по патриотическому воспитанию ведет свою работу для объединения усилий всех, кто занимается вопросами патриотизма и воспитания подрастающего поколения настоящими гражданами своего отечества. На днях в стенах Центра патриотического воспитания члены совета встретились для обсуждения актуальных вопросов и дальнейшего развития патриотического движения. В состав совета входят представители органов местного самоуправления, общественных организаций и другие заинтересованные лица. Культура, спорт, образование и прочие сферы Новоуральска объединились, чтобы двигаться в едином направлении, создавая в обществе положительное отношение к своей родине, позволяющее воспитать настоящего гражданина своей страны. Для того, чтобы у молодого поколения города были ориентиры и почва под ногами, на заседаниях часто поднимается вопрос о том, как сделать все возможное для этого. На самом деле в городе делается очень многое, но наступает момент, когда нам надо понять, что мы делаем, а может быть, чего не доделываем. Много ведется работы с детьми, много проводятся мероприятия, различных акций в различном формате со взрослыми людьми. Но все ли делаем мы для того, чтобы мы сегодня, вот в сегодняшней ситуации, особенной политической ситуации в стране говорили, что в Новоуральске патриотическое воспитание для наших граждан на уровне. На сегодняшний день мощным ресурсом воспитания граждан в Новоуральске являются военно-патриотические клубы, где проходит подготовка всех желающих к военной службе. Однако другие сферы города также подхватывают данное направление. На заседании обсудили формирование единого плана работы Координационного совета как краткосрочного периода, так и на ближайшие три года. Уже начиная с зимы в план мероприятий включено празднование множества памятных дат. Часть из них в Новоуральске состоятся впервые, а часть было решено возродить. 3 и 9 декабря в России отмечаются День Героев Отечества и День Неизвестного Солдата. В современных реалиях значимость событий приобретает особый смысл. Почти во всех учреждениях культуры пройдет ряд мероприятий, приуроченных к этим датам. Эти мероприятия рассчитаны на подрастающее поколение. Значит, чтобы мы понимали, что мы в основном ориентируемся сегодня, конечно, старшему поколению мы уделяем большое внимание, но сегодня мы делаем акцент на поколение подрастающее. Творческие силы города объединяются для того, чтобы юные новоуральцы могли выстроить для себя ориентиры, на которые можно опираться даже в поиске самого себя. В библиотеках города запланировано проведение различных бесед, часов мужества. Обзорные экскурсии по залу боевой славы Героев Отечества. Цикл экскурсий по фондохранилищу, которая впервые откроет свои двери. По заявке все желающие могут окунуться в историю, увидев многие коллекции. Конец года также наполнен множеством мероприятий, которые будут организованы детско-юношеским центром. 3 декабря и 9 декабря почетный караул ВПК Рекрут, посвященный Дню Неизвестного Солдата и Дню Героев Отечества. Это вот у Вечного Огня. 9 и 10 декабря проходят соревнования по троеборью среди учащихся образовательных учреждений и военно-патриотических классов и клубов. 11 декабря и 18 декабря соревнования по скалолазанию на базе Центра патриотического воспитания для воспитанников Центра патриотического воспитания и участников туристического клуба. 16 и 17 декабря проходит турнир среди ВПК и кадетских классов. 23 и 25 декабря проходит военно-спортивная игра «Зарница». Это с выездом на областную базу. Мероприятия проходят также в ВПК «Крылатая гвардия». 1 декабря соревнования по военному многоборью, день военного разведчика. 3 декабря круглый стол памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников ОВД России. 8 декабря спортивная эстафета, посвященная Дню Героев Отечества. И также во всех клубах проходят патриотические мероприятия для воспитанников клубов. Совместная работа всех сфер дает возможность сохранить память о важных событиях. В современном мире особенно важно помнить об истории и выстраивать, опираясь на нее нравственные ориентиры, которые помогут объединить общество. Алексей Кузнецов, Елена Мельникова, Антон Пылаев. Новоуральская обещательная компания. Есть вопросы, есть ответы. А больше всего вопросов есть у тех, кто только выбирает для себя жизненный путь и строит планы на будущее. Для самоопределения важно узнать о возможностях, которые есть в мире. Это, безусловно, касается и выбора профессии. В Центре внешкольной работы состоялась встреча новоуральских школьников с сотрудниками специального управления Федеральной противопожарной службы номер 5 МЧС России в рамках ток-шоу «100 вопросов профессионалу». Подробнее расскажет Елена Мельникова. В Центре внешкольной работы часто проходят интересные для молодого поколения новоуральское мероприятие. Ток-шоу «100 вопросов профессионалу» – одно из них. Гостями очередной встречи стали сотрудники СУФПС номер 5 и выбраны они не случайно. Ведь в 2022 году нашему специальному управлению Федеральной противопожарной службы исполнилось 75 лет. Возможным прямой диалог новоуральской молодежи с представителями одной из важнейших профессий стал благодаря проекту «Пожарная профессия героическая». Беседа прошла оживленно. Место было как серьезным вопросом, касающимся профессии, так и вопросом о поседневной жизни пожарного. «Вопрос ко всем гостям. Что самое тяжелое в вашей работе?» «В нашей работе нет никаких трудностей, потому что мы ее выбрали, мы на нее встаем и идем, мы выполняем свои функциональные обязанности, тушим пожары, спасаем людей. Поэтому трудностей в этом нету». В честь празднования юбилейной даты специальное управление Федеральной противопожарной службы номер 5 МЧС России и Центр внешкольной работы совместно запустили проект «Пожарная профессия героическая», целью которого является формирование как ценностных ориентиров и уважения к профессии пожарного, так и культуры пожарной безопасности. Проект был запущен в мае 2022 года. И за это время был проведен конкурс плакатов «Безопасность глазами детей», затем конкурс слоганов и видеороликов «Быть пожарным здорово!» «Глазами детей» и третье мероприятие проекта «Встреча в формате ток-шоу «100 вопросов профессионалу». «Я не ожидал даже, что школьники будут принимать именно такое активное участие в данном мероприятии. Задавали очень много вопросов и очень правильных, хороших вопросов. И надеюсь, что мы дали им ответы, и они остались довольны. Мы же сюда пришли как профессионалы, и вопросы в основном-то были, конечно, по нашей профессиональной деятельности, но и вопросы, которые были личного характера, повседневной жизни, тоже хорошо, молодцы, полезны. Они, конечно, полезны, мы хоть понимаем, чем молодежь сейчас живет, чем она интересуется, какие у них проблемы, вопросы. Очень интересно все прошло, мы все очень довольны, надеюсь, что дети тоже остались довольны. Такие встречи проводить, я думаю, надо не только раз в год, нужно почаще это делать. Потому что мы, проводя такие встречи, мы, во-первых, делаем популяризацию нашей профессии, и прививаем навыки пожаробезопасного поведения среди школьников. Впечатлений очень много, и самые, наверное, наилучшие школьники, в первую очередь, молодцы. Они старались задавать вопросы те, которые их интересуют. На все вопросы мы старались ответить искренне, честно и профессионально. У многих были такие вопросы, которые как раз-таки были предрасположены к этому направлению. Именно познать, чем мы занимаемся, нашу специфику работы, ну и, наверное, все-таки определиться в своем выборе в жизни, кем они хотят стать. Я в восторге. Спасибо большое организаторам, спасибо за приглашение. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Думаю, это положительно. Пожарный должен быть решительным, смелым, активным, физически подготовленным. Мы, в принципе, ждем всех молодых людей. Я думаю, что они не откажут и придут к нам. От встречи у участников мероприятия остались только положительные эмоции. Помимо них, ребята получили и памятные призы из рук пожарных. Многие смогли найти ответы, которые могли бы помочь определиться с профессией и открыть для себя новые горизонты. Елена Мельникова, Геннадий Донгузов, Николай Ларионов. Новоуральская вещательная компания. К другим темам. По сообщению Уральского гидрометцентра, с 25 по 29 ноября в Швердловской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 и более градусов. При низких температурах воздуха во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей и домашних животных, без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов. Избегайте пересечения ледовых преград по необорудованным переправам. По выходу за территорию населенных пунктов необходимо оставить в известность о маршрутах следования и времени прибытия на конечный пункт родственников или специальные службы. Не перегружайте сети электрическими приборами и следите за исправностью электроприборов, печей и дымоходов. В понедельник 28 ноября в связи с трансляцией домашних матчей хоккейного клуба «Автомобилист» на телеканале ОТВ программы новоуральской вещательной компании в эфир не выйдут. Мы вновь встретимся с вами во вторник 29 ноября. В этот день в эфир выйдет информационно-аналитическая программа «Объектив. Итоги». А у меня на этом сегодня все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя, своих родных и близких и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин